Тхэквондо – это разработанная в Корее система духовной тренировки и техники самообороны без оружия. С конца прошлого века этот вид боевых искусств стал популярен и в нашей стране. А в Щелкове уже пятый год подряд проводится первенство, на которое съезжаются юные спортсмены из соседних муниципалитетов. В этом году в физкультурно-оздоровительный комплекс на пятое юбилейное первенство приехали более 300 мальчишек и девчонок из 14 муниципальных образований Московской и Владимирской областей, а также из Москвы. Очень важно, что Тхэквондо ИТФ развивается, продолжаются традиции, которые были заложены достаточно давно. Алексей Сергеевич Локотков со своими спортсменами показывает победные результаты. Вы слышали, Роман Кулаженко у нас выполнил нормативы кандидата мастера спорта. По Тхэквондо в Щелкове удалось подготовить уже нескольких спортсменов, которые добились побед на состязаниях самого высокого уровня. В этом году на чемпионате мира занял второе место, Кубок России занял первое место, на всероссийских в Анапе занял первое место и Кубок Москвы занял. Как давно ты занимаешься? Я занимаюсь в пяти лет. В Тхэквондо способность к эффективным техничным действиям зависит от сохранения правильного положения тела, от выбора стойки. А основной момент в каждой стойке заключается в том, что спина должна быть выпрямлена. Тхэквондо, ИТФ, это корейский вид спорта, где идет ударная техника, где соединяются руки и ноги. Это хороший вид спорта для развития болевых качеств, в первую очередь, настойчивость, трудолюбие, ну и соответственно уважение к старшим. Вот, это все, что мы вкладываем в своих учеников. Возраст мальчиков и девочек, которые сегодня выходят на татами, от 7 до 13 лет. На построении мы познакомились и с совсем юными участницами первенства. Одна из них пришла на состязание в берете юнармии, чем не могла не обратить на себя наше внимание. Что у тебя такая за юнармия на голове? Вот это что такое у тебя? И как ты сюда вот пришла в такой замечательной форме? Ну, юнармия, ну, мне сначала понравилось, когда у других были такие же береты, футболки, флаг за кожей был. Потом я поняла то, что мы будем, когда будем вступать в юнармию, получим, мы будем служить России, получим больше теперь знаний о России. В команде из Щелково в состязаниях выступали более 40 юных спортсменов. Пятеро из них в своих возрастных категориях добились высшей награды первенства, стали абсолютными чемпионами. Андрей Цеханович, Сергей Василевский, Щелковское телевидение.